всем привет с вами негатив хочу показать бой сразу извиняюсь если будет не нормативная лексика но вы поймете если она будет вчера сходил вот этот бой со случайным напарником вылетел хороший напарник но на третьей минуте сдался вообще играть не стал следующий 22 решил написать в национальный чат ловлю я в общем вот такого игрока он давай все дела пошли сейчас порвем всех мне короче ним списываюсь вот он приглашать меня два на спрашиваю как прокачку все фуловые я на бустах короче все пойдем вот ну думаю блин нормальный союзник будет интересная заруба если сильных игроков дадут вот переписку после боя я покажу после данного видео сейчас смотрим очень попались нам немцы с ними никогда не играл думал честно поймали раков в начале вообще на расслабоне играл относительно чем 1 оказался медалистом 2 тоже с хорошим винрейтом но без медалей смотрим бой если это можно назвать боем это на самом деле идиотизм на не бой я все сами увидите началось все с того что я хреново собрал контейнеры вот этот я решил оставить своему союзнику побежал там где обычно лежат ящики я ничего не взял вот он один ящик здесь уже прибежала конфа а вот здесь вот он забрал мой ящик ну здесь вот я забираю очень два ящика я собрал как бы вообще фиаско для сопротивления то есть а этот чудо союзник прибежал вот сюда и забрал мой ящик который я планировал забрать выбегающим вторым пехотинцем здесь идет разведка вторые штабы довод штурмовых машин начало такое это ничего интересного ставим вышечки я здесь тоже ставлю вышку не хотим зарезать будем играю на снабжении потому что собрал я очень плохо мне нужен третий штаб в идеале четвертый как минимум кают у него поехал пока ускорим все еще смотрю ставится аэродром но и завод надо он мне пишет немцы я пишу что я хренов собрал смотрим в авиацию пошел все четко думаю я щас бега хамчик все по красоте развалим минут за 15 он начинает производить авиацию здесь идет разведка бункера стенки я уже смотрю думаю все ясно конфедерация будет сидеть на базе и там еще грады как потом оказались я пошел четвертый штаб в его хам по своей тактике все по стандарту здесь штопается авиация очень долго очень-очень он на третьем штабе 3 кречиток 8 минуте я уже в предвкушении тобой будет не совсем стандартный здесь я заезжаю ну точно здесь короче глухая оборона грады четвертый штаб и грады зевсов даже нет и вот он авиации пролетел зеленого он разведал а синего как мы видели второй штаб так мы и видим второй штаб вот здесь четвертый пошел пишу то что будут играть через лук сто процентов он мне пишет делайте по ты спецоружие думаю ну не вопрос смотрю он говорит что авиации меня прикроет думаю ладно давай я в ядерку поэкспериментируем сижу чисто на снабжение армию перестал производить пишу сломай казарму два раза ему показал какую он ломает вот эту вот эту казарму чем не от этой казармы ну не горячо не холодно вообще зачем она мне здесь нужно было мне нужен был естественно строй двор вот сюда чтобы вот сюда вынести свою ядерную ракет я уже смотрю какой-то цирк короче происходит вот он сломал вторую казарму я в общем а по штаб до пятого уровня принципе тайминг но есть я в ягахам не выходил естественно уже бы ядерка стояла уже бы заряжалась бы я решил через вегахам вначале потом здесь смотреть что происходит наземки у нас нету вот он летит разведывать замедлимся разведывается здесь уже заряженный луч заряжается думаю здорово очень-очень здорово здесь три аэродрома заводы улучшаются вместо того чтобы делать кредитов выбивать этот луч я пишу а такой заряжается уже ноль эмоций просто ноль эмоций я уже сижу посмотрел где буст общая оборона находится чтобы вовремя прожать потому что понимаю что походу лучше он не собирается убивать к сожалению но думаю может быть он все-таки сейчас сделает авиацию снесет его пишет пиздец ну а чё ты ждал то чё ты здесь ждал он улучшает до альбатросов то есть вместо того чтобы делать 8 кречетов и выбивать эту хрень я ставлю ядерку в надежде что будет бить луч куда-нибудь в центр вот сюда вот я не знаю по экономике может быть сюда куда-то пишу оборону будет готов прожать я-то приготовился бьет он зараза короче в завод хамелеона большим выбивает он не ядерку и строй двор но союзник и здесь этот пару цесок по моему улетела ну думаю да и хрен с тобой не сильно этот ржет думаю а чё смешного ты как бы сидишь уже пять минут после того как ты увидел лучше ты еще ничего не сделал улучшились мы до альбатросов продолжаем производить кречет очень интересная тактика пишет лохи ему его ну давай выбивай авиации то сейчас я говорю следующие уже прилетит летит опять на замедленном показываю нет бы залететь сбоку нет мы через все пво короче лети летим летим прям собрали все что только можно слава богу он забирает этот луч потеряв заметьте он пошел еще на один круг остатками и потерял 8 кречетов остались без авиации приезжает циклон значит я ставлю ядерную ракету естественному тактику как бы я еще не настолько был разочарован союзники думал ну сейчас он разыграется может тупит или еще что-то здесь вот приехал чистый эгэхамом понапрягать маленечко ну своей мини армии так скажем чем циклоны этого мы выбиваем козин ресурсы на снабжение ставлю на зарядку здесь пошли альбатросы наземки нету обороны нету мин нет ничего нет здесь отсюда заехал понапрягал ну так чисто чтобы это может хоть на земку бы поклепали пишет долго еще и будет там 15 секунд остался заряжаю я по экономике обоих игроков летит естественно стая птиц которая будет это все выбивает ну ядерку очень естественно ним не снесут летит этот опять ржет ну как бы он еще ничего не сделал в этом бою абсолютно ну фуловая ядерка ну в принципе неплохо неплохо забрал жаль что они это все отстроят здесь рыбатросы 6 штук я здесь все мучаю маленечко наземкой здесь не до контроли в общем здесь как бы атаки как таковой и не было я просто чисто напрягал было понятно что четыре гуара там в этих через этих городов ничего не сделает здесь вот ну хороший вариант был чтобы он добивал авиации реально но сейчас плохо нету тайфунов нету выбиваю вот эту первую линию кречетами в чем проблема то альбатросы пошла короче первая пачка я здесь тем временем ставлю опять ядерку что у нас происходит 7 альбатросов я честно не смотрел что он бомбит я смотрел уже в конце ну replay луч опять бомбит он пвошки одну забрал прилетает луч прожимая оборону еще на заводы уцелели экономики нету думаю да чё то дело то не клеится прилетает опять авиация падает я здесь решил вообще в наглую короче слить вот эту армию непонятно честно зачем просто решил наглую заехать попытаться добрать лучше смотрю чё-то альбатросы вообще непонятная хрень какой-то творятся ставлю на реконструкцию обратно экономику электростанции здесь по-прежнему завод до койотов пишет луч слабый где он слабый то это у меня просто все фуловые если бы у меня не фуловые было бы он забирал бы по пол базы мы как бы заводы он почти сносит фуловые штаб там на треть электростанции цески он забирает я как бы еще на приколе думаю блин ну интересный бой вообще сам по себе получается как бы нестандартные без наземки без всего какая-то ну непонятная мне дичь думаю буду продолжать пока лупить там посмотрим что наш союзник преподнесет авиация по-прежнему простаивает как бы смысл ее вообще делать тем более есть кречет и вот он естественно летит разведывает вертекс и точнее есть почему бы не сделать одно звено кречетов хотя бы контролировать карту разведывать и перехватывать авиацию он делает альбатросов смотрим очередная дичь пошла 12 самолетов 12 это фуловый аккаунт как мне было сказано все фуловые у нас стоит луч слава богу он забирает завод и луч здесь как бы не все так плохо бомбардировка прошла здесь оборона у меня заряжена вроде бы может быть и нет до заряжен чем вылетает принимая решение добивать экономику постараться захватить заводы ладно неплохо опять тут отлетела самое время мне кажется бомбить да альбатросами добирать здание шотный ржет реакции нету я думаю ну блин ладно я один поиграю ядеркой не вопрос думаю может и контракт там делаешь или еще что-то из альбатросы они уже сто процентов с топливом я не знаю что он не летел вообще не знаю полетел смотрим что он будет бомбить вот здесь вот заводы только что навернутые ядеркой вот штаб стоит по-любому к цены ну выбор очевиден мне кажется да куда бомбить надо смотрим 10 альбатросов не забрал ни одного здания покой хрен он бомбил csk когда вот здесь стоят заводы недобитые зачем с тем учетом что он еще и ничего и не сделал забери авиазавод забери аэродром забери вот эти три завода штаб этот штаб но я не знаю css и он еще не снес 10 альбатросов флова флова прошу заметить он не снес понимаю что что-то дело то не клеит особенно с его авиацией я говорю давай сейчас это здесь уже естественно заряжается по синему по штабу вольну добери молчит здесь 5 штаб он ставит еще один аэродром мне кажется пора переходить на земку было пишет лохи лох на самом деле друг в этом бою только ты если это посмотришь но натуре ты лох по-другому тебя назвать не могу пишу как бы ты не расслабляйся мы еще не выиграли понимаю что у нас не наземки не обороны вообще ничего нету продолжается клепаться альбатросы 12 штук опять он мне пишет атакуем не оградовая ok у меня вылетает бью по пятому штабу здесь потому что 4000 стоит думаю надо пятый штаб у них забрать чтобы они в луч не выходили летит авиация выбита они мне сейчас опять ракету ну все здесь в радиусе я соответственно выбиваю реакция ноль эмоций он здесь видимо залип вот на этого циклона сколько прошло я уже ударил почти как 10 секунд 25 15 я ему пишу уже бомби и добирай штаб то ты чё он сейчас его починит уже 20 секунд прошло атаку пишу не спи ядерки у меня уже нет умнее опять строить надо вот он еще только полетел 40 секунд прошло после того как упала ядерная ракета 40 секунд нужно было вылетать прям когда она еще падала только здесь пошли могут и естественно летит 16 16 бомбардировщиков вот эта бомбардировка века просто штаб он забрал но зачем здесь было 16 альбатросов которые пробомбили пустой участок когда можно забирать заводы 4 альбатроса на штаб 4 на завод 4 на аэродром чтобы без авиации хотя бы оставить 12 по 16 впустую просто в землю в ресурсы слил начинают ставить пушки думаю неплохая кстати идея потому что молотов там я много увидел армии у нас нету пишет обороняй точку аж красавчик чем я же ядерным оружием играю по твоей наводке в этом бою у меня нету армии так же как и ресурсов принципе ладно шахту я опять поставил понимаю что молотов надо отбивать думаю хрен с ним с этим супер оружием не скоро они в него выйдут начинаю производить яга хан здесь строй двор вынес чтоб казармы поставить вынес сюда строй двор чтобы здесь участок пушки выставить их проглядел вот наконец-то он созрел добрать заводы самое вовну самое время реально самое подождать когда они скопят армию чтобы забрать заводы идеальное решение я здесь уже как бы комментировать особо не стал ну пишу ну как бы я еще на приколе играю на самом деле мне весело чё как чем закончится вообще бой пишет молоты начинает производить стрекоз вот здесь пошла бомбардировка он летит бомбить там где молоты стояли пять минут назад ладно хоть не всеми 16 своими альбатросами идет атака молотками я выставляю чтоб ко мне не проехали грены на раздачу пошли а здесь стрекозы не гренов три пушки ну фуловых как вы поняли и туча молотков едет огромная-огромная туча молоток в этот момент я честно даже обрадовался что похоже мой напарник останется без альбатросов наконец-то может быть он начнет играть в общем что происходит во-первых ну то пробомбил он ладно здесь даже что-то вроде бы попал остается он без авиации здесь молоты едут мне как бы вообще по барабану у меня грены здесь я гхм еду сюда отбивать свою базу частично и его базу ночным забили вместо потому что того чтобы ставить аэродромы я не знаю спасать своих альбатросов чем здесь занимался я не знаю в общем до заказы кроме стрекоз вообще ничего нет что происходит в этот момент он стоит опять авиазавод и аэродромы я думаю да как так вроде пора в наземку переходить тебе не кажется здесь едет синий ничего над пушечкой здесь летит бомбить смотрим что он бомбит не помню честно что он бомбил а опять экономику да опять безуспешно фуловый альбатрос не пробивает даже половина центра снабжения странно очень наземки по-прежнему нету ру самым идеальным решением он выбрал здесь поставить ядерную ракету против молотов против раша он ставит на первой линии своей базы ядерку восстанавливает авиазаводы и аэродромы ну жизнь человека не учить здесь как бы я сдерживаю эту мини атаку непонятно почему у меня пушка по крепости стреляла вместо молотов ну в общем не суть пушку я в общем теряю но эти два молота не особо погоды не делают у меня яга храм уже довольно таки приличный отряд пишу у тебя стрекоз много помоги как бы вот эти два молотка то выбить вот у тебя стрекозы я не знаю куда он в этот момент смотрел может он кофе себе ходил наливать или очень сильно увлекся своей ядеркой ну ладно я здесь пушку успел воткнуть и отряд гренов припас причем не теряемую ядерку есть все синий пытается меня сломать здесь я пошел яга хамом как бы отряд еще маленький молотов много чисто катаюсь туда-сюда товарищ пошел в атаку возможно разумное решение было но не знаю я здесь маленечко как бы молотов порисую я смотрю уже зевс пошли дело вообще вы рисовываете не в нашу пользу я 1 2 армии здесь вот за этими стенами не пробью нифига есть опять приезжает синий ко мне этот вместо того чтобы помогать отбиваться мне от молотов хамт у меня сел начинает лупить завод под пвошками возможно хорошее решение но почему-то его не добрал куда ты вот сейчас куда ты полетел куда полетели вот эти вот стрекозы в общем нихрена здесь ничего не сделал опять здесь идет пресс здесь идет пресс здесь тоже парни опять нихрена ни у кого нет я уже в рамы даже напрягаться начал здесь он все стрекозами своими путешествует завод он так и не добрал как вы видите уже пишу я уже нервничать начал непонятно какая-то игра происходит чем страдает этот парень вообще в этом бою здесь меня давит здесь ну очевидно да было что давить будут его особенно его заводы которые он ставит в качестве обороны не фуловый молот может быть фуловый приехал не так уж и много забирают ему опять аэродром здесь торы бомбят уже в моих юнитов и мой строй двор когда я отбился в принципе альбатросы извиняюсь что такое кнопка чинить он видимо не знает решил он рисковать я опять ставлю шахту продолжаю производить яга хам думаю ну в две ядерных ракеты мы сейчас их просто порвел как щенков здесь у меня пару ягуарчиков здесь пару ягуарчиков тут пару ягуарчиков ладно как не справимся пишу аэродром забери у них чтобы они не выбивали нам пусковые шахты чтобы мы могли играть супероружием раз уж мы начали играть супероружием смотрим видимо он опять цески перепутал с аэродромом самый ну не самый нос один из самых удачных вылетов за эту игру отвечаю чё ему сперлись вот эти вот четыре здания я не знаю тем более с тем учетом что он их забрать даже не может и он мне еще пишет хам и делай я думаю блин ну не тебе явно давать мне советы с твоей игрой может я конечно не так хорошо играю и здесь пошел на поводу союзника подумав что это очень опытный игрок который реально затащит всю наземку и авиа я чисто буду лупить супероружием я планировал потому что выходить в две шахты изначально я его еще раз пишу аэродром надо забрать ставлю на зарядку свою шахту него здесь тоже заряжается видимо он даже не бустил я не знаю чем он занимается в этот момент я не понимаю абсолютно я как бы ядерной ракетой произвожу хамы естественно сейчас будет очень эпичный момент полетит ну фуловая в кавычках ядерка смотрите куда он бьет в аэродром наконец-то центром эпицентром он выбрал пустой квадрат выбери завод выбери другой завод но выбери аэродром заберешь здесь пару казарм строй двор ракетку еще хотя бы нет он бьет пустое пространство смотрим я даже было интересно как бьет фуловая ядерка 20 ранга очень было интересно вот так бьет фуловая ядерка 20 ранга строй двор он забрал строй двор он даже не забрал аэродром ребят я как это увидел понял то что меня обманули очень жестоко обманули когда сказали что здесь фуловый аккаунт летит авиация наконец-то он созрел добирает этот дебильный аэродром но здесь уже пачка наземки целая армия наземки моя заряжена здесь у меня в принципе неплохая армия встречать весь этот собравшийся контингент все смотрю союзник у меня сливается думаю были даже спасать тебя не буду короче вот блин без тебя похоже проще будет играть по крайней мере надеяться не буду включаю хама здесь ядерка летит по синему игроку добираю ему штат вот это вот ядерка на то что вот здесь от прилетала вообще не знаю что это было чем пехоту отдал на растерзание прожимая оборону начинаю лупить ну в общем встречаем мы здесь очень достойно всю эту массу зеленый как бы грамотно понимает что здесь не пройти и уходит а здесь встречать нечем по-прежнему ни наземки не пушек не гренов вообще ничего нету понимаю что надо его каким-то образом пытаться спасать разменивать эту армию возможно мне сейчас придется играть одному вообще на атаке чтобы побыстрее соответственно приезжаю начинаю здесь с бугра все что могу разобрать здесь синий возвращается зачем отчаянная лишь попытка была помочь зеленому игроку но он отвлек меня очень сильно все здесь не ядерки не аэродромов естественно здесь грен заметьте это мой грен опять же здесь бомбит он очень успешно иноземки по-прежнему нету почему я на атаке пытаюсь догнать всю эту хрень у меня идет спам гренов здесь до заказываются ягуары здесь у меня пушка готова встречать здесь пушечки тоже помогают в общем пушка здесь свою работу сделал с гренами разбираем остатки этой армии заметьте он вообще ничего не делал он не улучшал казарму в этот момент не делал гренов он просто отчаялся мне естественно выбивают ядерку но я как бы ей уже играть и не планировал в этот момент я понял то что союзник мой полное дно самое разумное что он мог здесь сделать начать выходить в ягахом ну зачем против молотов ты начинаешь тяжелое развитие да делает из гренов делай своих стрекоз больше я не знаю пушки ставь мины броники чё хочешь делать зачем ты начинаешь выходить в тяжелое производство когда особенно она есть уже это производство делай больше кречетов тем учетом при может он конечно понял что он сам не может играть авиации решил попытать счастье с наземкой не знаю в общем я понимаю что играть короче мне одному доигрывать придется это сто процентов тут все понятно по-прежнему не обороны ничего сейчас придет зеленый игрок просто опять его раздает вместо того чтобы какую-то минимальную армию скопить он страдает хренью ну по-другому я это назвать не могу у меня как бы обороны нормально здесь две пушки здесь две пушки вы здесь пушка если могут и все-таки проскочит мне по барабану я отобьюсь есть гренов отдаю общем на растерзание принимаю решение идти в атаку думаю хорош на базе сидеть ягуар не так быстро производится как молот и поэтому в любом случае рано или поздно они нас массой задавит особенно с таким союзником увожу армию сюда наземную спам идет гренов по-прежнему армия пошла с одним хамелеоном я говорю через меня они не пройдут молот и пех не пройдет у меня идет до заказ у меня пушки пишу ему делай гренов покой хрен ты выходишь два завода хамов когда у тебя один завод до ягуаров покой хрен когда на ты ты не видишь что-либо абсолютно ничего пишет все беда у нас случилось но я этого ожидал как бы это и так было понятно что так и будет ты чё думал тебе будут давать ждать когда ты выйдешь хамелеон что ли или чего по-прежнему не спама ничего нету весь контратака от меня пошла с одним хамелеоном в общем понимаю что разменяться шанс есть принципе тем более здесь молотки с моим до заказом ягуар чеки идут здесь да хрен он снесет меня вот этой армии в общем я здесь раскладываюсь начинаю вышибать на союзника я уже забил даже вот мы не поехал его спасать думаю блин если такой идиот по-другому я не могу назвать данного игрока извините конечно за оскорбление ну это идиот а не союзник и не игрок он абсолютно не видит что происходит на поле боя абсолютно я спасать не поехал раскладываю здесь спасать свой штаб на всякий случай идет до заказ гренов пушки уже две здесь две здесь две здесь в общем ну не пройдет это армия ну а здесь я 1 2 синего то есть я размотал уже практически полностью вышибаю штаб зеленому чтобы он все всякую хрень не спалил здесь моя армия естественно добирает это все красный игрок у нас смел пишет рискнул ты да я рискнул вдруг что с тобой пошел 2 на 2 я скину тебе ссылку обязательно посмотри в конце боя я понял что ну меня в натуре обманули то есть это не фуловый аккаунт как у него винрейт 68 у игрока я не знаю может быть он на начальных там рангах каким-то образом набил а сейчас сливает потому что такой игрой игроки не настолько сильны чтобы ну вот так вот с ними тупить вот он ставит штаб молодец вот пишу как бы ну реальные мои эмоции от данного боя как бы идиотизм это не бой это идиотизм был поэкспериментировали все хорошему учет чем он занимался этот союзник я вообще от него помощи не увидел вот так что ребята ходите с проверенными людьми два на два не рискуйте сейчас я покажу еще продолжение переписки нашей извиняюсь никуда нажал вот он в общем пишет жесткие я пишу что раки и спрашиваю сколько у тебя честно апов он напишет пошли еще я им написал гитлер капут ночи малолетка какая-то глупая которая не видит что происходит и абсолютно не умеет играть пишу сколько у тебя улучшения у меня злость прям перебирала я старался не грубить но он пишет 1275 думаю короче опять развод пишет идешь еще не все друг прощаемся 2 на 2 с этим игроком я ходить точно не буду ну это не игрок это абуза реально которая не сделала в этом бою абсолютно ничего как бы я бы с тем же успехом вышел бы спокойно один ядерку в ягахан и сделал бы 4 кречита может быть 8 и один мы против этих двух товарищей спокойно бы отыграл данный союзник ну единственную помощь которую он принес он выступал в ролями вроде мяса который принимала удар далеко не успешно в принципе все спасибо за просмотр комментируйте что вы думаете по этому поводу